...давало все для ракеты-носителя Союза. И вот как раз рабочее место ракета-носителя. И не последствия, что сам ракета-носитель. В соответствии с решением нашего президента, было принято решение здесь строить комплекс «Ангара». Это уже другой класс ракет. Это уже совершенно новая ракета, современная ракета. Если та ракета полуавтоматическая, то это полностью автоматическая ракета. Ракета-носитель. А это средний. Это диаметр, сказали, что 8 метров, там написано. А это включая вспомогательные блоки? Да, это все вместе, в собранном виде, вот в таком виде, 8 метров диаметра. Да, 맞습니다. Основной принцип этих ракет, они модульного построения. Вот это один модуль, собирая их, мы превращаем ее в среднюю ракету и в тяжелую ракету. Собирая модули. «Ангара» – ракеты в хозяине… Модуль. 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 Ракетинаклонные – это как раз и есть колонны заправки и электрические коммуникации. Вот это называется кабина обслуживания. Она в сложенном виде находится. Когда ракету устанавливают, тогда ее поднимают для обслуживания двигательных установок и заправочных коммуникаций. За час тридцать запускается пусковой режим, и в автоматическом режиме ракета улетает. Заведенный еще по стоположникам Сергея Павловича Королева, всегда обходить ракету против часовой стрелки на старт. Стартовый комплекс, кабель-заправочная башня, основное сооружение. Если я говорил там, что ракета висит, то здесь она уже ставится. И этот стартовый комплекс уже является универсальным для всех типов ракет – легкого, среднего и тяжелого класса. Вот отсюда мы планируем запускать тяжелые космические аппараты, в том числе и пилотированные аппараты, в том числе и на вну. И от ракеты до последнего болта здесь все российское. Добрый день, и borно мощностно. Б Braden Павлович –ENA Кню. Браво. Чтоrebойные пилоты? Бребяные спрятатёр. Брок мульти. Потом приходится на represents ассу. Добрый день, который выжимали на уроке Прот Forgive.